Дети, рождённые вне брака, а нет детей, рождённых вне брака. Вот когда люди сексом занимаются, в это время наступает брак, чтобы вы знали. Когда люди не расписываются, это не значит, что брака нет. Люди в потерь легли, веды говорят, это брак. Они таким образом заключили брачный союз. Если они сами этого не понимают, это ещё не значит, что нет брака. Если, допустим, вы непорочным зачатием родились, допустим, мудреца какого-то увидели, некоторые мудрецы могут взглядом зачинать детей. Сейчас уже нет, раньше были такие. Когда он сидит, аскезы совершает, и вы пришли к нему, начали перед ним танцевать, показывать свою красоту, он открыл глаза, он такой аскет молится, и вы ему понравились, он раз, посмотрел на вас, и у вас вы забеременили. Называется внебрачный ребёнок. Что секса не было, брака не было. Все остальные дети брачные. Ваш ребёнок — это ваш ребёнок. Любите его. Бог ему дал такую жизнь, потому что такова его жизнь. Не надо думать плохо о его судьбе, о его зачатии. Что Бог дал, то и дал. Не нужно этому придавать негативные окраски. Я знаю точно, что всё хорошо всегда бывает. У меня такая жизнь, что мне пришлось даже внутриутробно защищать свою жизнь, потому что мама решила сделать аборт. Я не знаю, как это было, уже не помню. Когда мама подошла туда, в кабинету, чтобы делать аборт, она на стене увидела такое стихотворение. «А может, ваш сын будет врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нём заговорит». Она прочитала и не стала делать аборт. Но я не виню свою судьбу. Не виню. У меня хорошая мама. Я не виню свою судьбу. Что положено, то и будет. Всё нормально. Что положено. Продолжение следует.